Очередь Team Liquid выбирать героя. Очередь Team Liquid выбирать героя. Очередь Team Liquid выбирать героя. Они выбирают, чувствуется сила. Свен, вот этот вот, Оракул опять будет подсейвливать. Ну, достаточно плотный вообще получается пик. То самое главное, наверное, стоит подчеркнуть. Вот Empire, чем были плохи в своем старом составе. Да, у них был такой один минус. То, что они могли поплавиться по ходу одного турнира и начинать пикать какую-то ерунду, если у них что-то не получается своими драфками. Но здесь мы этого не видим. Empire, несмотря на то, что проиграли одну карту, где-то еще там, что-то проиграли в групповой стадии, они выбирают то, чем играют постоянно. И это самое главное. То есть их пик тем, что они нам уже демонстрировали победу, да, своих. Посмотрим, удастся ли в этот раз выиграть Team Liquid, или же все-таки придется играть через лозеров. Это мы узнаем в ближайшие несколько часов. Ой, через лозеров вообще там. Ну, если Empire падает, то у нас будет супер дерби с Вегой. В другой стороне, если выходит, то супер дерби с Спиритами. И там дерби, и тут дерби. Короче, будет тяжело. И не просто уже сейчас. Ладно, давайте знакомиться с персонажами, которые мы с вами получили в рамках данного трафта. Джеракс будет играть на своем сигнаторном пускаре, Курроке, сел на Чена. Матубо Мэн будет фармить на Эмбер Спирите на легкой, но и в миде будет патта на линии. Ну и, собственно, Майн Контрол вторую карту подряд сыграет на Брут Базер. Резолюшн на Разоре, Хвост на Свене, Ноупир на Спирит Брейкере Алоха, на Оракуле и Фаник на Энче. Невероятно, конечно, плотный пик. Разор, Свен, Спирит Брейкер, плюс еще и Оракул, который все это цейвит, еще и Фаник с хилом, и тоже довольно тяжело пробиваемый. Вот Энчандрис в сложной линии. Мы их уже много понаблюдали, заквалы, и до этого тоже периодически они бывали. Герой какой-то жуткий, слишком, слишком жуткий. Его невозможно убить практически, набирается какие-то драгонлендсы, вот эти вот артефакты, которые делают героя сломанным. И вообще непонятно, как против Энчандрис этой самой катать. Дает она хороший импакт, причем актуально, как и на начальной стадии, так и на стадии поздней весьма. Тяжеловато должно быть Ликвидом, по идее. Ну и не сказать, что прям вот есть чем Энчандрис тут прям сильно убивать. Вроде бы неплохой Эмбер Спирит с Флемгардом, но этого может быть просто, на присты, недостаточно. Четвертый раз мы увидим с вами Бруду, Бруда, против которой нет какого-то солдат Хантера, да, там, помним, что у Фаникой было все хорошо, здесь же стоит против дабл-линии. Майн Контрол знает, как играть на этой Бруде, он, может, это демонстрировал. Стоит против даблы, против триплы он умеет, но та ложь попытается найти. С тем, что Сентрик ставится, прям вот такой вот Сентрик от Майн Контрола, проход, так, ну и что? Сентрик съел, а, ну, как-то, хорошо, развернулся. Разветка. Майн Контрол, просветили, Сентрик поставили, и убили. Хорошо, хорошо все получилось, в общем-то забайтили, можно сказать, на Сентрик сейчас этого самого, в эту самую Бруду, она мимо проскочила, лошадь прекрасно знал, где она находится, там, так же, все проходят. Немного Сентричников им повозились, могли, в принципе, своей не отдать, но, в целом, собрали ФБ. Да, вот то, что Бруда успела съесть 2, это, ну, как бы, очень важно для нее сейчас, то, что она не просто так погибла, а 2 все-таки съела, но Спирит Брейкер, это всю игру будет ее преследовать, тем более, у него просветка есть. Другой вопрос, что разогнаться будет довольно-таки тяжело, пока он ее не видит. Туда, туда, вот как только высовывается Бруда, сразу же идет чардж, вот прям сразу же, причем, как мы видим, здесь контроля-то все-таки хватает, чтобы не пускать извит, там, из стана хвоста, и может поддезеблить немножечко, приостановить, скажем так, Алоха, в целом, там Джеракс придумал снизу совсем ненужное, ай, поздно, Кентавр, точнее, слишком рано дал стана, но Паник все равно пока выживает, чуть-чуть было не убили Джеракс, не выживает, не выживает, не выживает, очень много магического дэмэджа, уже третий левел получил Матом Бумен, да, здесь в итоге Джеракс еще и как царь сыграл, по итогам, то есть вместо того, чтобы отдаться НЧ, он, ну, его вот эти вот мансы привели к ее смерти. Так ты там даже ошибся сам, Фаник. Ну да, он стану никуда дал, но, по-моему, если не ошибаюсь, Джеракс там фласочкой успел подхилить как-то перед Сноуболом, но, во всяком случае, у него совсем мало ХП было, странно, что не убил его Фаник, в любом случае, но Хасту контролирует, линия отдаст ее, уже у нас Резолюшн тоже хочет сместиться, Фат ждет себе Боттл, дождался этот Боттл, пока все окей, то есть, да, по оффлейню разочек ошиблись, ничего абсолютно страшного не произошло, в общем-то, продолжают на линиях спокойно стоять все, те, кто стояли и до этого. Единственное, что мы можем подчеркнуть с вами, что полный порядок у Резолюшн, да, все-таки по крипам у него лучше, чем у Лины, крипов он бьет, Боттл есть, и вот под своим даун, сейчас крипов тоже будет забирать. И спиртбрекер пошел. Пошел, ноуфир, цель у него одна, это цель, конечно же, Майн Контрол. Бежим, бежим, не палец, хвост, таракал рядышком, привет, Майн Контрол, привет, родной, просвет, лови, стан получай, умирай. Хороший ганг. Просто нужно сделать ноуфир, откупить еще один, достойно все деньги. Да, и он купит, но это все окупается, естественно, хвост получает очень много дополнительного фарма, и левел быстрее у него растет. Это очень важно, конечно, в данной ситуации. Что у Кура? Пойдет он со своим ченом куда-то гангать, вот сейчас разбил как раз-таки смок, причем этого не видели. Походят с Гарпи, Гарпи не самым лучшим берстом обладает, много у него, конечно, маны. Пошли куда-то выдвигаться на топ, но я так понимаю, на Резоле. Так, обходить буду, там еще есть, есть у Лины, вот смотри, я сейчас буду ускоряться, снова Болл пошел, Фат может дать стайм хороший, не дает стайм хороший, не зажимает опять Джерак, кстати, вот уже не первый раз такое замечаем, и на развороте отхиливается Резолюшн, стать и Клинка, можно еще кого-то убить, например, Джерак со Плазма Филд, минусы к Уроки, не хотите забрать? Куроки, вот же он, нет? А, хотите Лину забрать, вот Алоша. Фат, 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 здесь диспелили Хасту, Фат идет дальше, нужно давать, пытаться давать станчик. Ты посмотри, бодиблок какой хороший, но, правда, Фат откидывается станчиком, опять бодиблок от Алоши, ты посмотри, как он этого Фатта контролит, посмотри, что он с ним делает, и подходит уже хвост, и на фирсе, да, Алоша, Алоша, Мастер Микро. Красавчик просто. Микро Мастер Алоша, и Алоша, и Микро Мастер, и Мастер Микро, получается, и так, и так, молодец. Да, удивительно, но Джерак, сыгравший миллиард игр на Тускаре, сейчас ошибается, и эта ошибка приводит к тому, что и он умирает, и его мидер умирает. Знаешь, что-то вот Джерак с как-то айшартами, меня тоже в той карте не особо впечатлил, в эту, у него тоже какие-то проблемы с тем, чтобы перекрыть дорогу противнику. Причем, там на ровном месте вообще, еще, если бы он даже, ну хотя бы, даже их просто не кидал, по-моему, было бы лучше. Вот что-то даже из этой серии. Это один такой неловкий момент, когда иногда способности лучше не юзать, чем юзать. Они приносят только вред. В данном случае, ну подсобраться над товарища Джерак, ну тут называют опытным Тускаром, то есть сигнатурный герой, ты должен вообще убивать всю карту. Ну и проблема с перекрытием противника должна быть. Разгоняется Спирит Брейкер на Матумбу Мэна, но интересно, почему Матумба не пошел за баунти руной. Был бы хороший выход. Так, тем временем, на Фаника выход, да, Фаника здесь должны будут забирать. Он, конечно, дает себе хил. Слушай, но Фирт-то разгон, а он-то не позволит. Сноубол, или позволит. Чет пришел, Плазма хил, подвязали, а Фаник-то шифт, боже, он догенится. Матумба Мэн на ремнантах, много дэмоджа, конечно, в днёс, тут Жакс, по-моему, отъезжает, Жакс отъезжает, это что-то дальше. Да, и Матумба Мэн можно забирать, нужно успеть его заблочить, заблочил его Фаник, тут же разгон Матумба Мэна должны здесь убивать. Чины, сладма хил, минус, минус. Да, хотя на самом деле был близбун к тому, чтобы выжить, но очень плохо сыграл своими ремнантами, в итоге 6-1, Эмпайр на старте берут какое-то невероятное преимущество, хотя мог его просто пойти забрать и дальше вы спокойно играли. Ну что, Спиритбрейкер взял себе четвёртый левел, пятый уже у Энчантрас, Свен у нас почти с доминатором такими темпами будет, скоро 2-0-1, ПТ-шка, шестой левел, очень много, 51 крип, топовый крипстат, ну и видим, что вот на полторы тысячи оторвались суммарно. Да, сколько количество, конечно, фрагов сделать, и при этом не умирать самим, да ещё и фармить полторы тысячи даже маловато, я бы сказал, больше оплутать. Ну, Чен фармит леса, потому что Чен против Энчантрас в этом патче, 5 игр, 4 победы. У нас с тобой вчера была такая как раз-таки ситуация, что в одном пике был Чен, а в другом Энчантрас на сложный, и мы как раз-таки подтверждали тот факт, что сейчас это немножечко разные герои. Здесь Фаник не поэстонирует тебя, но Энча как какой-то там персонаж, который контрит отлично с умонами, да, который этим занимается, здесь персонаж, который будет вносить ДПС именно с импетусов. А Чен всё же разноплановые герои получились. Да, совсем разные. Так, ну и Кура. В очередной раз какая-то попытка выйти на мид. У него нет туманы. Здесь же Тусик рядом с ним. Ставят ворды, пытаются понять, почему же у них не получается. Но на самом деле никаких вордов у Империи вообще нет. И они вообще не понимают, где находится этот Чен. А надо бы. Ну да. И тем не менее, несмотря на то, что они не понимают, где находится Чен, он без... уже без двух минут, десять минут не может выйти. Нормальный заган говорит. Несёт все арканцы, как раз-таки, которых не хватало. Да, это Лина несёт все арканцы. Откроценно, уже есть там. Инвиз. Есть ли просветка? Спиритбрекер пошёл на всех. В итоге Лину очень больно бьют. Лина стирает оракулы, успевает дать лагуну. Фат раскастовался очень здорово. Но Фира должны здесь тоже забирать. И в итоге два в один. Да, Фата просто там чудеса какие-то нажимания кнопок показал. Успел выкосраться перед смертью. Там, конечно, обречены были на провалы Эмпайра, потому что огромное количество суммонов, это паучки плюс суммоны Чена. От такого демэджа ну просто не спастись. Ладно, хотя бы разменялись на одного героя Смита. Да, всё-таки удалось. Круто. Ну вот, из-за того, что Бруда постоянно фармит вот этот вот кэмп, который... в котором появляются большие крипы, она оказалась очень близко. В принципе, за счёт этого вот раньше это что за Бруда была? Бруда, которая охватывала чужой лес. Сейчас он Майнд Контрол захватил вот своих Эншентов и Кэмп. Сапку приятно вообще, посмотрю, он фармит и Эншентов и большой Кэмп и выносит очень много золота. Хотя, казалось бы, его зажали. Верхние линии отакуют. Всё равно, конечно, позиционирование позитивно какое-то немножечко нестандартное получается. Ну ладно, видимо, так проще действительно спасаться, не страдать от Свена на линии, не быть подвержены гангом, который спиртбрейкер опять пытается устроить. Опять на Бруду. Слушай, а Крыпочки не могут спалить передвижение Афера? Мамада была, должна быть информация Майнконтрол, беги. Беги как никто и никогда. Есть ТП, есть ТП, Джакс. Ну, Афер остался. тут Бруда. Попучки пошли в Алоху. Да, на самом деле мог попробовать зажать здесь. Ой, как больно, ой, как больно Алохе. Нет, конечно, не заберут его. Иначе пучки эти могут не отпустить. Пятый левел тем временем у Оракула. Ну, в общем-то, Тусик немного просел по фарму. Зато Чен понял, что никуда ему выходить не хочется, просто фармит. Вот сейчас забирает себя Троля с сеточкой, Сатира с волной и нажимает Смок. Возможно, на руне кого-то подождут. Нет, слушай, это снизу понятно. А вот сверху что происходит? Там Джеракс сможет погибнуть, Глаз Макил, убивают его, но приходит майн-контрол. Как-то подблочит крутаются Алошу на Уфира, но Уфир в итоге оказался отрезанным от своей команды. Сразу же убивают его и Лагуну, Валоша. Приходится там отумбермен подвязывать, Алоша должен умирать. Старо цена, понятное дело, их пол дальше не пойдет. Задоджил Лагуну своим вторым спилом, но дальше не смог. Тем временем еще и Чен поймал Раззора. Разбирается с ним, есть хил у Чена, ничего себе. Где Джембер Спирит пошел хил Кура в одиночку. Пост, теперь мстить. Мстить, вот так. Забери ты, нейтрал. Троее. Так, здесь еще и господин Фаник. Господин Фаник. Господин Фаник! Боже мой, не успел включить хил. Мстики были пять штук. И теперь еще и к посту. Пришли сюда крипы, дают ему сетку, но нет, никого рядышком нету. Еще ими Тавр падает. Ну вот перевернули Ликвиды, просто все преимущество, которое было, абсолютно. Забрали в размен на одного Джеракс, который опять как-то забайтил кучу Кор-героев. Вот он, Fight Recap, пожалуйста, четыре в два Чена и саппорт Чена, саппорт Тускара на двух саппортов, Кора, ну всех кроме Кэри в общем забрали. Да, 1200 голды, это конечно очень много получает Эмбер Спирит. Благо, хотя бы удалось Оракулу донайть свой Тавр на Миду. Много денег не дали противника. Ну, Кровы Ла вот уже у Матумбэмена. Да, Пуст получил шикарнейший конечно Матумбэмена сейчас это проблема, потому что он будет крайне мобильным, у него четвертый Флэмгард, он будет подключаться и убивать. За звуки. Мне иногда хочется вызвать все-таки скорую там в соседнюю комнату. ННС, что происходит, разгон теперь на Майнд Контрол. У ННС каждый раз, когда он видит какие-то невероятные вещи происходят, Майнд Контрол отцепляют просветкой, но нет, таковать не вариант. Да, ну там Матумбэмен подошел еще рядышком был совсем Кроки. Ну вроде как пуш намечается у Ликвидов где-то там на топе. Ненчатер, конечно, сплитит, это здорово, старт, что фаника не самая крутая, хотелось бы 1-2-1 и прогонять его буду даже с ней, что лифата в итоге вниз. Вместился. Да, вот на преимущество у нас не остается в этом память. Следующий, как ты говоря, был 3, более-менее какой-то задел еще имеется. Разор с медлини 4-1-3, кстати говоря, вот у него все хорошо и, конечно же, очень хорошо все у Свена. Хвост нафармил много и Сэнши Доминатор это все круто и пытается выйти в яшбу, Сэнши Доминатор. Лину могут подцепить, очень неудачно выходит фата, не прочитал он то, что Спиритбрекер делает разгон, забирает. В этот момент Алоха могут подцепить, Алоха дает свой ультимейт, накидывает вторую, еще хилку, еще хилку, закрывают его. Ни разу не сломанный герой, конечно. Ни разу вообще. В итоге уходит. Спиритбрекер пошел. Так, сейчас будет ответка. Зацепили Куроки, отталкивает, кстати говоря, Ноуфир, Куроки сразу минус. И, что дальше? Ноуфир тутовнет на своем Спиритбрекере. Потому что отпевается, снова хороший Айшард. Айшард хороши, не дают пройти. В итоге потеряли Лину, потеряли Чена, верх не спушили, Ноуфир просто красавчик. Фати, большие вопросы, почему он не увидел спящающегося Спиритбрекера? По-моему, там без смоков даже бежал. А, он просто с нижней линией через всю карту. Просто с верхней линией побежал вниз и забрал. Резолюшн с дабл-дамажем пытается снести Тавр в ответку. Яшу купил себе Резоль. Понятное дело, что уступают на Свин по фарму, однако, это дело-то не примерно схоже будет через Инжин Яшу будет играть. Статы. Статы, выживаемость, чуть хп побольше, чуть побольше сил движения, да, именно мокспида. И, конечно, скорость фарма тоже увеличивается, соответственно. Почему бы и нет? Свин уже купил. Майндконтрол. Сейчас может опять загулять. Неприлично много. Майндконтрол умирает, конечно. К слову, вот в той карте много ошибался, и здесь тоже две смерти есть. Здесь пока, ну, две смерти в начале, там, конечно, это в какой-то степени чуть больше повлияло, но, опять же, там два раза он умер, а на третий раз на паучков забайтил так, что все отыграл. Здесь пока что он два раза умер в начале, но больше не подставляется. И, ну, довольно много поднял уже. Ну, так вроде. Все равно, как-то вот, я смотрю на него, шестой Нетфорс, чуть меньше, чем у Энчантриса, сложная линия, Энчантрис и Бруда. Кто из них должен лучше фармить? Очевидно, Бруда. Только не выходит. Антерей не много фир, опять разгон на Майндконтрол, просветка пошла, сейф ТПшки, Незер Расстрайк отменяется, нет применяется, Джаркс жидко даже сейвит, снова молдает. Алоша здесь, Майндконтрол. Ой, какие шарды шикарные, и Джаркс, неужели уйдет? Все-таки Бруду забирает, Джаркс уходит на ТП, до конца он здесь использовал способности все, но... Ну, Слово опять Бруде. Майндконтролу не помочь, да. В этот раз ему даже тусик не смог. Пять погиб. Понятное дело, что Спиритбрейкер, это бла-бла-бла, там контроль против этой самой Бруды, бегает, убивает, но все равно можно аккуратнее играть, на мой взгляд. Но он как-то не путается по Комайндконтролу, действительно ловит. Ну, но Фир очень хорошо побегал, конечно. 1-2-10. 10 ассистов. И только в одном фраге он не участвовал. Опять разгон, на этот раз на Матумбомэна нет, отменяет его. Интересно мне, что будут делать против СВ на Ликвиде. Я вот уже вижу, как вот этот парень собирается Блинк Таггер, нажимает ГДС, прыгает, нажимает Варкрай и Скриф убивает всех. И, в общем, как его остановить, вообще не ясно. То есть, контролить какого маловато. Можно, конечно, сейвиться, пытаться кайтить через Сноубол. Это тоже можно. Ну, только кайтить. Но тут, да, тут слишком много он получил, конечно, никак его особо не за... ничего с ним не сделаешь вообще. Паник могут подсыпить. А Паник байтит. Байтит, потому что под смоками хвост и алоха. Но как-то не ведутся. Не ведутся. Ликвиды побаивают, боятся всего на свете, там закрылись на своей территории, фармят. Стоит, есть хороший обсервер, казалось бы, но пока вижена особо не дает. Вот тут пошли сумоны, видно фата, видно куроки. Это должно быть знаком для Эмпайр, что либо нужно дойти, либо нельзя, если там много героев. Посмотрим, что выберут. Готовы ли они? Ждут Лину. Хвост. Лина забирает аркан руны, успевает фата среагировать. Да, его реакция, это, конечно, жесть какая-то. Спиридбрекер пробегает наверх, отличные шарды. Да, Лина делает задувку, отправляет ее на базу и спокойно выживает. Благо думали. Эмпайр, пораньше могли, конечно, туда уйти, пока смог работу. И тут же на Рошан пошел хвост с Энжин Яшей. Довольно бодро рубит. И видели это все прекрасно имперцы, ликвиды, но не пойдут, скорее всего, и Аегис достанется со свыну. Да, со свыном, что делать, непонятно. 4-0-1, у него уже 350 демаджа с руки. Плинкни за горами, сейчас будет Аегис. Неужели ликвиды не понимают, что там на Рошане? И они просто не хотят идти. Ну, так боятся, так боятся, что лезть туда просто не хочется. Айшард, ну, нет, спокойно Рошана будет предпевать Эмпайра, Эйди тоже не достанет. При этом еще умудряется топ-тавр, как-то сохранить резолюцию, здесь стоит, и отбивается от Матумба Мэн, тут вынужден находить на свой ремнант. В общем-то, везде преуспели. Хотя вот на топе могут быть проблемы. Матумба Мэн уже идет. А спиритбрекер говорит, нет, стоять. Кажется, Лен, поднимает его в воздух. Можно станчик еще, и на ультимейт не стал давать. Да, тут же дается ультимейт Оракула, в итоге Матумба Мэн писты жмет, Матумба Мэн погибает, не было у него ремнантов. Пытаются даже вгрызться, дальше вгрызться в фату, в фату не так просто вгрызться. Спиритбрекер дает разгон, но опять есть Юл, однако стану попадает по-твоим, успеет ли поднять себя в Юл? Да, поднимает себя в Юл. Да, тут же Чен вызывает крипов, в секунду стирают несчастную лину, забирают спиритбрекера, Алоха падает, Тусик забирает фраг, Резолюшн. Это, знаешь, как называется? Это называется СНГ Дотка. И вперед пошел хвост, СНГ Дотка просто сразу минусует Ускара, правда, три кентавра, один, второй, третий. спасти рядового Резоля, спасти рядового Резоля, хвост, отлично, разрубил всех, и можно дальше закурочить, иди сюда, ооо, хорош, иисывает ему, вот это, конечно, импайр дайвит сейчас, просто дайвит прямо аж под тертрей, поймали кураж, поймали волну, по ним это видно, идут, убивают всех, никого не принимают в расчет, просто десятку уже ведут, да, и преимущество растет, растет, ну, очень быстро, вот эту игру конкретно сделал спиритбрекер, по-моему, потому что ключевые моменты помогал своей команде, но пока что еще непонятно здесь, не будем забегать вперед паровоза, потому что эмбер спирит все-таки потихоньку-потихоньку фармит, скоро у него батл фури, и пока все еще бараки стоят, что самое неприятное, ну, так, 19 минут, рановато, думаю, еще эмберцы на бараках, думать, вот терра один по миле нужно забрать, но при всем при этом, ты абсолютно прав, то, что спиритбрекер просто не позволил разогнаться в груде груда, которая имеет облим, он став до сих пор один майн-контрол, да посмотрите на него, 15 минут, это просто у него не самый лучшийся это слабо, это очень слабо, его загнобили, реально, вот он же топтался перед брейкер, поэтому у эмберцев есть возможность просто прекрасной, типа любой линии, не боясь за слип, морхит, морхит только-только появляется у майн-контрола, есть ТП, сносит уже тир-2, пытается сплетить снизу матумба-мен, ну, надо пофармить, конечно, на свой БФ, майн-контрол, берет себе сайланс, а вот, пучки там кружили, тир-2, надо как-то спасти его, но Фира нет клива, нет сплэша, у него тоже как-то такой себе байк, ну, вот так вот, рисчардж, все равно не очень получается, ладно, там врату он более-менее отпил, так, то есть, матумба-мен может стрять, хвост, хвост, матумба-мен, хвост, хвост матумба-мен, хвост залетает на блинке, нет, поймать не удалось, мы могли нахалявить, если матумба-мен ошибся, а что там у хвоста с кирасой, рецепт уже есть, рецепт гиперстоун, но осталось 1200, вот, с правильными, просто айтем билды, вот, смотри, у Кликетов что есть, мекка-ночение, Форхид на майн-контроле, и матумба-мен-бф, что теперь есть у Эмпайр, Сэнджин Яша, альтмейторб, Сэнджин Яша, блинк-дагер, киперстоун почти кираса, Драгонлендс, полаганима, и Алоша, там уходит баккер в Мекку, ну, с пайтом билдом, там вообще полный перевесли, бери, у них просто герой значительно толще, но Алтфир сейчас может ошибиться, но Алтфир, Лина, дает ультимейт, в итоге стирает одного, здесь еще и паника могут убить, он, конечно, хилиться жестко, но его тоже убивают, боже мой, какой фит, здесь оказались просто ликвиды в пятером, снизу Сэн, с ультимейтом, уже прожал ультимейт, но и вряд ли будут меняться здесь сторонами ликвиды, все-таки Сэнта пободрее, рубит базу, еще фортификация нету, вот это самое главное, без глифа, как дефит-то, так, отходит Лина, нет, смотри-ка, отходят, ну, вот как-то ведутся в эту игру ребята из Эмпайр, не самый понятный фит был, да, стороны двух героев и перцев, в итоге снизу не получилось нормально засплитить, сторону не снесли, пришлось отходить, им еще и сверху нормально поломали вышку, 900 хп осталось, вот-вот-вот, тыгрывают немного, ну, как немного, это на самом деле весомые деньги, это очень большая разница, они могли сейчас оторваться еще на пару тысяч, иметь просто колоссальное преимущество в десятку, а в итоге они в семерку ведут, может проиграли, так, ну вот, смотрите, хвост продолжает бить рекорды, 12600, практически, это топ-1 от Force, для Сверна за 20 минут, так хорошо, и столько, никто еще не фармил, в истории ТОТ, да, хвосту, вот только дайв такую игру поиграть, он очень жесткий, вот Кираса уже готова, пробивать его абсолютно нечем, 31 армора, плюс Крика, он получает еще 20, 51 армора, чтобы пробить, ну, физики здесь явно не хватит, разве что магии, правда, у него нет БКБ, ну да, тут если посчитать, то у него без Варкрая, резит 65% из урона, ну, нужно БКБ, КБшка будет вообще все просто, ты заходишь, ни физой, ни магический, тебе прокаст там не пробить, единственное, что, конечно, нужно будет ликвидом, как-то кайтить с противника, у них полно для этого возможностей, вот эти всякие тусики, все что угодно, нашли, да, мать на троуло, есть разгон, болтар, ооо, вот это демаж, рот на троуло, а еще и волков все взял, ну-ка, какой у него там урон, 400, ну, практически 500 урона с кирасой, вот ГДС, правда, поражал, сейчас минуту придется ждать, но при этом пока, тут же чужой хайграун, как раз, тут самой минуты пройдет, лишь БМП было, ломайтер 2, снизу, никто пока не пытается сплитить, сплитили по миду, да, атоматом БМН занимается грязными делами, есть ПФ, есть Кристалис, азуму прогнаться не получилось, ну, пока все идет все равно, конечно, по плану Эмпайр, непонятно, чем ликой добудут отбиваться, это в поддержке того самого Эмбер Спирита, который будет фармить Седа и Таус, и во что бы то ни стало отбиваться, Эмя Слайд оф Писц, не знаю, насколько успешна эта стратегия, че, здесь очень тяжело, когда его так вот прижимают на базе, все-таки ему с крипами надо ходить, что-то делать, ну, таким дэмэджем он и Эншентов уже порубит, а тут еще об Эншентах рано говорить. Сегодня была карта, похожая, очень вега, вот так вот оборонялись за сторону рейдинга, как раз у них был ЧН, у них был Эмбер Спирит, терпели, 60 минут терпели, и в итоге все равно проиграли, потому что к ним зашли, все сломали. Там был Драгон Найт, если вы помните, там был помощь Герокоптер в составе, да, Тим Спирит, здесь СВЕН, здесь СВЕН, там, ну, примерно, то же самое, практически, в Смаках. Очень такой важный выход в Смаках, сейчас Спирит Брейкер разгоняется на топ, там ТП сразу с Джераксом, снизу тоже сплитит, пока ноут разводит, разводит, как могут, Фата, 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 очень опасно, СВЕН ускоряется, нужно немножко подстопить, дает Юл, Фата, блин, под Катя, блин, под Катя, хвост пойдет, лих, хвост, разгон, да, заходит, опять же, пару ударов, но еще и Джеракс, представляете, не смог спасти сноуболом, и в Кливу там упал еще и Чен, просто мимо проходил. Да, хотел Джеракс просто засейвить сноуболом, дать такую возможность, нужно выкупаться, иначе здесь упадут бараки, хвост не может бить, потому что Лох повесил на вторую, но вот старая заканчивается, заходит, начинает бить, Эмберспирит не потеряет, не потеряет вашу коммун, подфильки, разрушена. Ну, да, тут отдают просто бараки. Ну, через верху не было, у Матумбу Мана Мана, и Оракул, вот опять Оракул, он сдиспелил и Геул, и тест Чена, которым он возвращал обратно. Просто тотальный какой-то диспелл. Хвост уже почти зафармил БГБ себе. Ты скажешь вообще, что Оракул должны ликвиды поймить, я не знаю, почему они отдают его Алохе. Да, с Оракулом слишком много проблем возникает. Важно так просто дастся победу Эмпайр? Вот как просто выиграли ликвид, да, что и карта, так же просто Эмпайр, сейчас заходит, заходит. да, так и есть, но здесь очень сильно разогнался Хвост, то есть здесь остановить его как-то тяжеловато. Взял себе БКБ, но не успевает его подобрать. Лина дает станчик Хвоста, могут стереть, а Оракул говорит нет. Оракул говорит нет. Есть у Оракура рассказ, Оракура пока пытается жить. Роголюшин вгрызается в Чен и Чен-минус, живет и ФСМ, и Оракул забивает. Пошел в вагоночку, у нас по Томбо-мен, подвязал, Плазма-филд, очень больно, Оракул погибает, Жракул будет дальше. Подхилд включает только сейчас паник. Как-то забирать. Светил Жрак в стаду по стам. Да, ну все, хвост уйдет отсюда, а тем временем сверху, посмотри, падают бараки. Ого, не терял-то времени зря, товарищ Майн-контрол. Минус сторона. Не так все просто. Да, и получается, две стороны на одну. Вроде бы очень много потеряли всего с одной стороны Ликвиды. Смотрим Fight Recap, но забрали на отступление тоже достаточно. 2800, учитывая, что две стороны разменены на одну, я бы сказал, что могло бы все быть похуже. Но теперь играть нужно с одной стороной и ни в коем случае не допускать ошибок. Одна ошибка, все, Ликвид проиграли. Им сейчас нужно делать все идеально, в то время как у Эмпайр огромное пространство, они могут еще пофармить, ну... Все идеально. Могут просто зайти, попытаться сбить эту вышку, если в Фортификейшн не будет, Свен разберется быстро. У него еще БКБ не было в драке, а вот сейчас БКБ будет. Там дойдалось, так появился Эмберспирт, это все верно, то есть даже если потеряли топ-сторону для Эмпайра, сломать надо. А там, если по другим линиям будет сплитить Майн Контрол, еще нужно будет поломать Тир-2. Есть на миде, есть снизу. То есть в принципе ничего страшного не произошло. Неприятно, по линию сгрызли, но играть, конечно же, можно и заканчивать даже уже, наверное, нужно, потому что преимущество дичайшее. Майн Контрол не может сгрызть мид, потому что все еще стоит Тир-2. Не может через верх как-то пройтись. Да и вообще сейчас, скорее всего, сами пойдут через верх, ждут Рошана и Имперцы, чтобы Свен остался, а вот Ликвиды в очень опасных смоках. Настолько, настолько ждут, что просто стоят в Рошпи. Посмотрим, что они видят вообще. Они ни черта не видят. Так, вот сейчас момент от Разора. Да. Очень жесткая на иллюзию сагридность, подумали, что это настоящий. Но это иллюзия на Патруле. Начинают избивать Рошана, все, решили не идти на Рошу. Просто даже не пытаться. Ну, они правы во многом, на Рошане будет очень тяжело. Ну что ж, через топ ли пойдут, или все-таки прям сразу в мид? Ну, топ просто понадежнее. Наверное, да, через топ лучше пойти. Свен еще без Дейдалуса покажет. Входит Импер, отпушивает нижнюю линию. Ну, не знаю, как вот побиваться сейчас. Посмотрите, просто перепак. Свен нафармил больше, чем Берспирит, на 6 тысяч. При том, что он все еще без Дейдалуса. И такой дэмэдж лютый. Если он купит себе Дейдалус, там страшно представить, что будет твориться. Да, Майн Контрол у нас пропушивает, по-прежнему тянет время. Нужно за это время успеть как-то отпушить нижнюю линию. Тяжело, тяжело. Тер два стоят, и пока там Бруда расставит свои сетки снизу, пока начнут крипов избивать, они всего лишь Орхит с блинком. Даже Владмира нет, условно. невозможно успеть сейчас. Невозможно. Надо будет, наверное, скорее всего, даже давать бой пятером. На базе где-то. Где-то на базе, конечно. Да, ну что, с хорошим запаком Empire сейчас будут подниматься на хайграунд к противнику. Мы увидим эти самые запаки. Есть Айвис. Здесь может, в общем, все решиться буквально за пару ударов с Вина. Либо какое-то чудо произойдет, и... Ну, я даже не знаю, какое. Тут все настолько толстое. Майн Контрол увидели. Еще увидели Майн Контрол, а просто он нафидел, как последний нехороший человек. Ну, Разор даже не пытался его просветить. Он просто давал на рандомчике плазмофил. Вот-вот, этого рандомчик как раз-таки Бруда и боялась. Плазмофил зашел. Ну что, без Бабека Бруда. Четвером придется отбиваться ликвид. Дает слайд офис с матумбомен. Ид Глифа по-прежнему. Фаник с огромнейшей дистанцией за счет Драгон Лэнсом пробивает Тер-3. Ну что, разгонли куда-то. Отодвигают двух сатир. На мид немножко. Попадает бацанчик Свен. В итоге накатывается в сноуболе. Таткует Джеракс. Джеракс забирают. Свен нажал БКБ. Ну, БКБ Свена пережили. Допустим. Что дальше? Они не пережили строение в этом проблеме. Казарма сил света. Кентавр заходит. Дает стан. Ульфиаракула уже нету. Хвост. Нужно еще пару тысячек сделать. Нет, Хвост погибает. Хвост в итоге ни единого удара практически не нанес. Но могут сделать мега-крипов и будет уже не важно. Нужно добить этот барак. Добивает резолюшн, добивает фаник, фат издель, байбек, там базы из аликвиды. Даже если они сейчас пятерых убивают, в принципе, это ничего не значит. Мега-крипы. И убивая, не убивая, но базы выйти будет практически не реальность. Резольте с Саэгисом. А еще и фаник дэмпертусы выдает. Еще попробуй их забери сейчас. На развороте. Там какие-то сноуболы юзать. Кентавр пист очень больно, но не критично. Драться можно. Дурак спадает. Пытается Матумба Мэн уже в контактном бою с Незальшнандрацем. Получается просто на пасу статик линк. Есть, конечно, от пата там прокасты. Он должен убивать и не писать ГГ. Паник все-таки не демонцевал. Ну да, скорее всего, сейчас убьет. Напишет гудгейм. Хотя нет. По-прежнему... Что? ГГ не будет? Они будут играть против Мега-крипов? Будут играть. И Матумба Мэн скорее всего, рапиру сейчас все купит. У него 4400. Просто без рапиры здесь никуда. Смотрим Файт Рекап. Ну, кстати говоря, Файт Рекап 200 монет всего отыграли. Ликвиды. Ну, типа, да, там 2 байбека. 5 смертей. 4 смертей получается. Да. Не знаю, но, по-моему, тут просто вот им каждый раз настолько толстые герои Империи, что они могут, в принципе, не драться каждый раз, а просто идти вот так вот потихонечку заходить и ломать здание. Ну, вот Свен купил себе Сатаник уже. Ему не хватило. Хотя с Сатаником он все равно бы погиб, потому что он ни одного удара не сделал в драке. Ну, пока его убивали, зато там нормально тиммейтин раздавали. По разгонам атома, да? Ну, вряд ли Спирид Брекер его убьет. А тем более реакция. Прогнал. Реакция хороша. Бруда уходит в леса, фармит. Да, у Бруды, конечно, закуп. Беда. Просто беда. Вообще, в этой карте, я не знаю, либо Ликвиды подрасслабились, либо что, но вот у них все их сигнатурные играют очень хорошо на Бруде. Мы это прекрасно знаем. В этой игре он сыграл практически. Ну, прямо скажем, практически даже несмотря на то, что Спирид Брекер его гнобил. Хороший контр-пик. Ну, и на самом деле в этом Спирид Брекере здесь абсолютно все заключается. И при этом еще и такой вот пик, что если ты оказываешься в том положении, в котором ты сейчас оказался, если говорить о Ликвидах, то крайне тяжело что-то сделать. Ну, в любом случае Майн-Катролл мог бы сыграть получше. Мне так кажется. Я не знаю, но 1-6-5 Орхид Плинк на 33 минуте. Всегда можно сыграть получше. Про пиро, кстати говоря. Плюс ко всему Тускар тоже. Ну, мы видим так себе были ай-шардс. Плохо замыкал, задерживал противника. Да, в начале это сильный. Сыграл 2-7-12 в результате. Ну, могли, скажем так, покруче сыграть. Хвост. Получается танчик. Хвост. Лаган. Хвост БКБ прожимает и будет бить кливо. Удар! Удар! Был под сил! Еще удар! Очень больно. Минус на Домомен. ГГ. Адар! Ой, как же я режу, говорит Саша! Ничего себе! Как же я вас режу! 1-1-5 заканчивает по вашему карту. Ну что ж, довольно уверенная победа Empire. Все круто получилось с стадией ленинга, задоминировали противника. Ну, в общем-то, выиграли. Выиграли и сравняли счет в этой серии. Да, отличная игра от Steam Empire. Очень уверенно, очень надежно. Ликвидам нужно призадуматься. Но, думаю, что третья игра будет довольно интересной в этой серии. Потому что очень много вот... Уже должны были Ликвиды понять, что основная сила Империи вот это как раз вот такая лобовая толстая атака там с Баншой, со Свином. А Ликвиды же, наоборот, пытаются действовать как-то вот партизанскими войнами, разводя, спик на исполнение все время, что там с Ченом выйти, Тускар как-то играет, Бруда там на себя внимание подключает. Ну, просто как-то вот не очень-то пошла игра у Ликвид, откровенно говоря. Империи смотрели крайне круто, счет в итоге сравняли. Ну, это классно на самом деле, дорогие друзья, потому что у нас второй полуфинал уже в этих квалификациях, в плей-оффе европейских квалификаций. Идет счет там 1-1, и будет третья решающая карта. Не забываем, что у нас потом еще и матч в Венерах один. Третья курица.